Повесть временных лет, в которой упомянут Рюрик, весьма скудна на свои свидетельства, тем не менее, она дает исходные координаты. Эти координаты это запад Балтийского моря, поскольку там упомянуто за море, хотя да, тема за море весьма спорна, и в расхожем, в расширенном понятии за море могло иметься в виду вообще через любой водный путь, то есть и посредством какого-то далекого плавания по реке и так далее. Но там даже уточнено, что за море в той среде, где есть варяги. И есть варяги норвежцы, есть, соответственно, там, точнее, есть там народы норвежцы, есть там народы швеи, свеи, есть народы датчане, англяне, все вот эти. А есть и кто-то другой. Да, конечно же, вот этот кто-то другой, это руги, русы, острова Руян и палапские славяне, но это чуть-чуть отдельная тема. Так или иначе, все равно повесть временных лет, она дает очень скудное свидетельство о Рюрике на Руси, плюс она дает базовое, такое как бы направление на Запад в поисках предыстории Рюрика. Разные там ксантинские, лундинские и всякие другие аналоги, в которых описана деятельность Рюрика во Фризии, отчасти в Ютландии и прилеглых территориях. В общем-то, особо много отсылок на Восток не дают, но все равно, все равно, так или иначе, понятно, что Рюрик, Рорик, Ютландский условный, как он действовал активно на Западе, так мог так же само действовать и на Востоке. Конечно же, ключевая фраза здесь мог, и дальше, посредством некоторых пояснений, становится понятно, что это тот же, кто известен и как Рорик, правитель славян. Но отчасти, чтобы это связать, придется уже прибегнуть к скандинавскому мифологическому образу Рорика Рюрика, который плотно вошел в разные скандинавские саги, легенды, деяния Данов и все с этим связанное. Но да, там представления о нем весьма расплывчатые, мифологизированные, и вместе с тем, что там много сведений, но историческая достоверность там часто потеряна, поскольку часто непонятно, о ком идет речь. О предке Рорика с тем же именем, о самом Рорике, о каком-то князе просто с таким же именем, который тогда же жил, и с которым Рорика отождествили, или даже с его каким-то потомком, поскольку, да, все эти саги, все эти штуки, как и повесть временных лет, а в некоторых случаях даже еще и позже, чем повесть временных лет, были записаны уже весьма-весьма после жизни и деятельности самого Рорика. Тем не менее, даже в самом сюжете, который объясняет, почему он метатель колец, рассматривается тема относительно того, как против него восстали палабские славяне, лютичи, и как он покорял их восстание. А значит, через эту историю, как через перемычку, переключаем на тему того, что он же Рорик Палабский, то есть тот, которого гипотетически считают Рориком Славянским, Рориком Палабским, Рориком Прусским, откуда даже Иван Грозный и все вот эти деятели выводили тему, соответственно, с каким-то предком Прусом, который был братом императора Аугуста, боже помилуй. Ну, так или иначе, так или иначе, да, вот это даже перемычка на тот клубок всевозможных историй. Однако, чтобы все это еще сильнее связать, есть уже не просто перемычка, а целый узел. И этот узел это Эрик Шведский. Эрик Шведский, то есть та историко-мифологическая проекция Рюрика, которая осталась в шведских династических и народных легендах, а позднее перешла в соответствующие тексты. И да, дело в том, что уфологи в данном контексте могли бы очень хорошо приписать к Рюрику даже НЛО, но об этом чуть позже. Итак, отчасти там фиксируется и название, как Эрик Кровавый, но в основном Эрик Кровавый тоже за другими территориями. Тут же, в основном, Эрик называется, во-первых, даже не просто Эриком, а часто как Эйриком, и называется Эрик Ведерхат. Или Эрик Эмундсон. Или Эмундарсон даже. Вот это Ведерхат, если интересно. Чтобы лучше запомнить, можете даже в своей памяти сассоциировать с Вейдером. Только не Дарт Вейдер, а Эрик Вейдер. И только не Вейдер, а Ведерхат. Само вот это Ведерхат на самом деле к Вейдеру не имеет никакого отношения, но для запоминания пусть будет. А оно означает Ведер как ветер, и Хат в данном случае как шляпа. То есть Эрик Ветреная шляпа, или Эрик Голова, которая убрана ветрами. То есть некое вот такое вот тоже поэтическое, это самое, как бы князь, увенчанный ветрами. Кого так могли назвать? Ну, конечно, моряка, который большую часть своей жизни прожил, соответственно, в морских походах. Поэтому неудивительно, что, собственно, даже в исторических текстах отмечают, что Рорик Ютландский в основном известный как морской конунг. То есть, как правило, он занимался именно морскими походами. Но при этом это самый заземленный морской конунг, потому что самые бомжеватые морские конунги это банально пираты, у которых есть корабль, у которых есть какая-то такая своя полувоенная, полубандитская группировка, и которые в таком составе плавают, и грабят, и повоевывают. Ну, с кем может воевать там условно 30 человек? Они не воины, они в таком составе скорее просто бандюки. Вот такими были морские конунги, скажем так, бомж уровня. А Эрик не просто имел несколько кораблей, а имел огромный флот, и имел очень много припортовых разнообразных территорий в ключевых регионах Балтийского и Северного моря. То есть, благодаря его владениям в Дании и Фризии, при желании он в любой момент смог бы пойти в Британию или в Норвегию, и кого там было нужно, очень быстро привести в порядок. Но у него в основном в Британии и Норвегии своих интересов не было. В Уэльсе, кстати, там проживал правитель Родерик, то есть того же имени, что и Рюрик. Но как бы его ассоциировать с Рюриком нет никаких смыслов. Это просто тезки по имени и не больше того. А сам Рюрик занимался своими делами. И в частности, в рамках своих вот этих вот походов, своих вот этих вот завоеваний, ключевых точек на Балтике, он побывал и в Швеции. Причем в Швеции он побывал несколько раз, видимо, в несколько заходов. В первый раз вообще побывал в юности. И со Швецией у него было много всего и династически, и так, и сяк, и этак связано. Вплоть до того, что в позднейшие времена шведы считали его именно своим правителем, именно своим, то есть, по сути дела, шведом. То есть, по сути дела, когда сторонники нормандской теории говорят о том, что Рюрик швед, они не то чтобы совсем искажали какие-то данные. Они просто следуют своей историографической традиции. В рамках которой, в действительности, Рюрик, Эрик считается шведом. Ну, то есть, как шведом? Князем, который побывал на территории Швеции, и который имеет родовые связи с шведскими династиями. Тем не менее, даже вот эти самые легенды отмечают, что как бы, да, он типа и швед, но у него ровно такие же родовые династические связи и с данными, и с норвегами, и с другими всякими есть. Поэтому, на самом деле, здесь идет речь не о шведских или, допустим, о каких-нибудь дорестатских, каких-нибудь фрисских конунгах. Здесь идет речь о представителях древней династии Ругов, которая была уважаема и доминирующа на территории Прибалтики. И, да, как бы, которая имела свои ответвления, часть из них уже пошли под христианство, и поэтому даже противопоставились основной. Возвышались какие-то местные элиты, но, по сути дела, вот эта самая династия еще имела свое значение, еще имела свой вес, и одинаково была связана с Норвегией, Данией, Швецией и, в общем-то, территориями палапских славян и пруссов. Поэтому, как бы, все и сложно, и просто, если смотреть на это более шире. И, в основном, данный Эрик известен у нас по шведской хронике 15 века, поэтому там его хоть Эриком Вейдером, хоть Дартом Вейдером могли записывать, уже много воды утекло, уже реально что-то там, как бы, проверить, что-то там, как бы, выверить и уточнить не получилось бы. Товарищ Саксон, грамматик, который упоминает вообще все, что надо и не надо, он этого самого Рюрика Эрика в своем труде упомянул вообще под разными именами и в разных проявлениях. В этом плане Рюрику повезло. Он уже при жизни уподобился богам. У него куча каких-то взглядов на него, куча всего. Куча его, так сказать, исторических аватар, исторических фантомов. Саксон, грамматик, автор Деяния Дана в 16 томах и жил уже в 1160-х, 1220-х годах, то есть это позже, ну, отчасти современно, отчасти позже, времен Нестора Литописца, который, соответственно, считается, что он родился около 1056 года. То есть, как бы так, плюс-минус между ними столетия разницы. Столетия или даже больше разницы. Вообще даже 200 лет, в некоторых случаях. Ну, то есть, пусть будет, ладно, 100 с лишним лет. Все равно эта разница, все равно наш Нестор Литописец в этом плане повторитетней саксонограмматика. И наш, кстати, вот все критикуют, что да, в повести временных лет, вот там то плохо, и это плохо. Знаете, наш вот этот Нестор очень мало лютой фентези запхал вообще-то в повести временных лет. В повести временных лет у нас, да, вначале есть христианская всякая штучень, но вот эта христианская всякая штучень, это как бы дань тем обстоятельствам, тем монашеско-христианским предобстоятельствам, в которых это все создавалось, и отчасти для, и в контексте целей, которых это все создавалось. Ну вот кроме того, что Нестор написал туда кучу христианских генеалогий и историй, и то он их не особо детально, Авраам родил, Исака и вот это все. Он по возможности это сократил, кратко пересказав библейский взгляд вообще на происхождение народов человечества, и дальше уже перейдя к истории Руси. Нестор не особо много какой-то фигни приписывал Рюрику, ни мифологии, ни того, ни сего, ни другого, ни третьего. Хоть да, это минус в том, что есть некая скудность, но плюс в том, что нет нагромождения несвязанных каких-то данных, которые потом уже, кстати, появляются про некоторых других князей, которые потом уже и в других источниках существуют, и про тех же самых Владимиров и других, так что там в некоторых случаях тоже черт ногу сломит. Ну ладно, то уже чуть другое все-таки. В саге о Хервиор Эрик упоминается как сын Аннунда Упсальского. Эриком звали сына Эмунда, который принял государство после своего отца в Упсале. Он был могущественный конунг. В его дни в Норвегии пришел к власти Харальд Прекрасноволосый, который первым из своего рода стал единственным правителем в Норвегии. Как говорится в саге о Хервиор. Оно тут все сложно, поскольку в этих сагах также часто были наслоения, и как бы поскольку это создавалось на основании осколков сказаний, кусок которых сохранялся в Норвегии, условно говоря, одним родом, кусок в Дании другим родом, кусок в Норвегии еще каким-то родом и так дальше. И потом они состыковывали вот эти осколки, и потом они должны были между собой договориться. Ну или скальт, допустим, который имеет перед собой несколько версий, он должен выбрать, и он должен сам, как ему захочется, реконструировать, отдав предпочтение той или иной версии, или как-то эти все версии по-своему совместив, состыковав, что в принципе является серьезным трудом, и что в принципе может иметь в себе кучу разнообразных подводных камней, и породить множество ошибок и всякой фигни. Стори Турлусон называет Эрика, жившего в одно время с Харальдом Харфагерном, также Эймунсеном, соглашаясь с Римбертом и Адамом Бременским. Соответственно, тогда предшественник Эрика известен как Анунд, что соответственно является более поздней вариацией на тему Анундсен. Дальше, например, в законе Гатланда конунг Анунд Якоб упоминается иногда и под именем Эмунд или Эймунд и также под именем Анунд. Поэтому отчество, в общем-то, Эрика не единственный случай смешения имен в таком ключе. Да. А еще, согласно саге Ахервер, его предшественником был его отец Анунд Упсальский и дядя Берн из Хоги. А преемником стал Берн отец Эрика Победоносного и Олафа Бернсена. В книге о заселении Исландии говорится, что Эрик и его сын Берн правили во времена понтификата Адриана II и Иоанна VIII. То есть, дается период в 867-883 года. Это время первого заселения, соответственно, Исландии. То есть, это то же самое время, когда Рюрик приходит на Русь, если разобраться. То есть, это важное для истории время. Это важное время относительно некого всплеска в истории балтийских стран. Ни много, ни мало попытка создания циркумбалтийской империи. В принципе, Римская империя, а позднее Византия, это империи, которые одна была, а другая претендовала на статус циркумсредиземноморской. Империя Евпатора, ранее Боспор, это то, что в каких-то случаях претендовала, в каких-то случаях и было циркумбалтийской империей. Азиатские массагеты, меланхолены долгое время имели могущество благодаря тому, что руководили ситуацией со всех сторон Каспийского моря. Так что, во многих случаях, если страны, если какие-то общности формировались вдоль рек, то вокруг какого-то моря пытались правители сформировать уже империю из осколков стран. А в случае с Рюриком это отчасти было династически обусловлено, а отчасти было даже попросту необходимым ввиду того, что с юга наступали христиане и христиане поодиночке подчинили бы и христианизировали каждый из прибалтийских народов. Но Рюрик своей деятельностью отчасти это затормозил, а отчасти вынудил проводить более медленно, более постепенно. И в этом плане его империя, как и империя Евпатора, хоть как нечто относительно слабо скрипящее условно целостное было только при его жизни, но все равно оно произвело свое влияние на все страны, которые так или иначе находились под влиянием этой империи, и как империя Евпатора затормозила продвижение соответственно Римской империи в Причерноморье и создала Боспор как обновленную версию Боспора. Там перед тем Боспором правили династия Спарадат и под конец она по чуть-чуть уже угасла. Потомки Митридата Евпатора династия Савраматов Архескопородов была некоторым обновлением для Боспора. И часть беглой элиты Синопа Спантийского царства также укрепила Боспор. И поэтому Боспор выстоял в противостоянии Риму и потом породил всплеск, который вошел даже в формирование Гумской империи. Деятельность же Рюрика породила Русь, которая также в общем-то на некоторое время сдержала деградацию человечества, противостоя многим врагам со всех сторон. И как у Боспора была Фармелехова ересь и разная тоже нечисть от Боспора происходила, так у нас есть Эрефия. Но это уже другая история. В саге о Херальде Харфагере говорится, что Эрик умер, когда Харальд Харфагер уже в течение десяти лет был королем всей Норвегии. А значит, эта дата соответствует 882 году. То есть у нас есть датировка смерти этого гипотетически мифологического легендарного конунга. И о чудо, как ни странно, это мифологема не мифологема, а она очень хорошо соответствует данным из западных источников и из повести временных лет относительно того, когда реально наш мир покинул великий князь Рюрик. Поэтому, ну, в общем-то, это также доказательство как раз в сторону того, что Рюрик в общем-то тот же самый, кто на западе был известен как Рерик или Эрик. так что так что так хотя как бы те, кто не хочет это все признавать, они все равно скажут, что я это придумал. Ну, как бы, что я придумал? Пусть откроют сагу о Херальде Харфагере, пусть почитают, там упомянут Эрик, который был великим завоевателем, который контролировал Прибалтийское море и который умер в 882 году. То есть, если бы предполагать, что почему-то в те времена все Балтийское море наводнилось Рориками, Рюриками и Эриками, каждый из которых контролировал всю Прибалтику и был великим завоевателем, они бы там передрались просто друг с другом. И в результате уже на Русь никто бы не пришел. А так, как видим, все-таки история не знает десятков параллельно действующих Рориков Эриков. История знает, в общем-то, Рюрика Великого. Хотя, конечно, да, у Рюрика даже по всем этим текстам прослеживается, что был и некий предок также того же имени Рорик или Эрик, соответственно, в зависимости от того, какой источник мы берем. Конечно, был сам Эрик, который Рорик, который Рюрик, Эрик Великий, Рюрик Великий. И был еще, вероятно, возможно, скорее всего, даже не один, а, к минимуму, парочка Эриков относительно незначительных, каких-то региональных, которые не были завоевателями, которым, может быть, народ потом и поприписывал часть славы Рюрика Великого, но которые, по сути дела, сидели один в своем Уэльсе, другой в своей Баварии и вообще особо оттуда не вылазили и все. Ну и, вероятнее всего, был еще один, а может и не один потомок того же имени. Но в историях отчасти вот даже эти предок Рюрики и его потомок того же имени отчасти поперепутались, что, в общем-то, усложняет процесс изучения всех этих дел. Эрик упоминается в нескольких местах Круга Земного и в саге о Олафе Святом. Торгню Лагман сообщает, Торгнюр мой дед помнил у псальского конунга Эрика сына Эмунда. Он рассказывал, что, когда тот был в расцвете сил, он каждое лето набирал войско и отправлялся походом в разные страны. Он подчинил себе Финланд, Кирьяланд, Эйстланд, Корланд и многие земли на востоке. Еще и сейчас можно видеть построенные им земляные укрепления и другие сооружения. Но он все же не был столь высокомерным, чтобы не услышать тех, у кого к нему было важное дело. То есть, что здесь важно? Да, земляные укрепления. Рюрик не построил земляные валы, но Рюрик по его приказу были произведены некоторые реконструкционные работы в плане земляных валов, змеевых валов, чтобы они вновь могли использоваться против хазарского каганата для защиты Киева от хазар. Поэтому и это плюс. Дальше. Тут упомянуты владения вот этого самого Эрика в Финландии, Кирьоландии, Эйстландии, то есть Эстляндии, в стране Эстов, Эстонии дословно, и Курляндии. Финлянд, это понятно, это Финляндия, Кирьоланд Карелия, Эстляндия Эстония и Курляндия Курляндия, то есть все это то, что касается восточного побережья Балтийского моря. И как видим из других источников, ровно в тех же землях в то же время владения приписывались и мифологическому конунгу, соответственно, метателю колец, и оттуда уже пришел Рюрик на Русь и теми же землями в общем-то занимался и Рорик Ютландский. Так что так что да. Так что да. В саге о Харальде Харфагере с Норрис Турлусом говорит, что Эрик также хотел расширить территорию Швеции на запад и иметь королевство столь же обширное, что и у шведского конунга Сигурда Ринган, то есть Сигурда Кольцо, и его сына Рагнара Лодбрака. Ну а тут вообще все сложно, поскольку по идее по разным вот этим всем попыткам сопоставить генеалогию эти Сигурд и Рагнар чаще всего воспринимаются как потомки Рюрика, но в некоторых случаях и как его современники или даже предки. Так что тут все плохо. Тут все с генеалогией и сопоставлениями плохо, очень даже сильно. Также там упоминается, что он завоевал Вермланд, западный Йотланд и все земли вокруг и к югу от Свинья Сунда, современный Бохуслен. и объявил своими берега Викена ну и некоторые другие. То есть опять же владения вот этого Эрика они были весьма обширны. Туда и Финляндия, Курляндия, Эстляндия входили и куча всего. Ютландия и куча всего на самом деле. Ну и также упоминается, что некого храна Гаутске или хране Гьота он назначил ярлом на территориях между Свинсендуном и Гьота эльвом. Тут возникает вопрос. Возможно этот хране это тот же кто известный как Горик или Орик король Дании. Ну тоже это нужно еще сопоставлять и выверять потому что потому. есть много разных сопоставлений есть много разных разных всяких штук связь с королингами теми же самыми тут тут также есть такая история что некий Оке отдал на службу Харальду своего 12-летнего сына по имени Убе Харальд поблагодарил Оке и пообещал продолжать дружеские отношения Интересно что имя Убе как бы да оно простое но с другой стороны не сказал бы чтобы оно встречалось повсеместно в сагах а в контексте Рорика Эрика оно встречается в этом пласте историй и оно еще встречается в тех историях там где объясняется почему он метатель колец то есть там упомянут Убе который был воином Рорика который помог ему одержать легкую победу над войском восставших так или иначе ну относительно этого Эрика как бы можно много коверяться чтобы это делать так же само можете начать с Википедии можете начать с какой-нибудь шведской Википедии ее поковеряйте ну а дальше можно соответственно искать указанное там и указанное в других местах труды гуглить читать искать по библиотекам может пройдитесь заживо как бы что бы и нет я же перейду к Аннулу Хальфдановичу также известному как Эймунд Эймунд который был претендентом на датский престол в 812 году и принадлежал к династии Скельдингов с одновременным как бы происхождением и связью посредством того что он был член ветви династии которая называлась дом Харальда и конкурировал с домом Гудфрида соответственно завласть в Дании и эта конкуренция там шла до 857 года и еще дальше но важно что это все династия которая она же правящая для данных для шведов и она правящая была для палапских славян в те же времена хотя как бы сами палапские славяне несколько были отдельны но с другой стороны если берем Русь то поначалу какое-нибудь княжество древлян было отдельно княжество там северян отдельно и только лишь великий князь который сидит в Киеве и соединяет это все он является по сути дела связующим звеном и он того или иного своего сына может посадить на княжение в одном народе другого в другом может поменять их и так дальше когда к нам пришло христианство у нас уже стала привязка не по народам древляне поляне северяне и прочее а по городам и соответственно уже титульными в княжестве были не народы те же самые древляне северяне а уже какой-нибудь Полоцк какой-нибудь Чернигов и так дальше там же во многом так и оставалось по родам по вот этим ветвям родов ну и также подчинялись им и соответствующие племена соответствующие народы и династии к которым собственно они принадлежали например после смерти Хеминга данный князь воевал за корону с Сигфридом и погиб в бою но армия в общем-то победила об этом рассказывают королевские аналы франков где сообщается о сражении в котором погибло десять тысяч восемьсот сорок человек это ж писец писца для тех времен тогда страны некоторые насчитывали меньше не то что мужского не то что воинского вообще меньше населения ну ладно и вот после смерти самого аннула некоторое время королями стали его братья Харальд Клак и Реген Фрид и вот кстати Реген Фрид по ряду причин может быть ассоциирован дальше с рогнедами и рогваладами а вот Харальд Клак это тот который даже в исторических текстах которые касаются Рорика Ютландского непосредственно называется его дядей непосредственно связан с ним то есть Харальд Клак который является дядей Эрика вот этого повелителя ветров из шведских легенд и Харальд Клак который является дядей Рорика Ютландского это также важное связующее звено которое в общем-то доказывает что как бы у него не было двух племянников с одним и тем же именем с одной и той же деятельностью в одно и то же время а у него был один племянник просто у которого были владения и там и этом ладно еще скажу что имя Анул близко Гунскому Онев а имя Хальвдан которое тут периодически с разными носителями присутствует это тот же кто ну как бы не персонаж а имя как бы то же что игунская Улдин означает данный Улом то есть данный Богом отваги имя той же конструкции что и какой-нибудь Теодат Теодор Богдан Митродат Богудат и еще куча вот этих всевозможных конструкций в разных славянских и других индоевропейских языках культурах существовало но Хальвдан это именно гунский вариант и есть вероятность что имя Анула было позднее истолковано как Хринг потому что Анулус означает кольцо в этих языках и таким путем есть вероятность что Сигурд Хринг то есть Сигурд кольцо это в общем-то некая пересказательная версия на тему князя Анула ну или Хальвдан этого Онева в других версиях Онева Хальвдановича существует интересная тут всякая предыстория которая также зафиксирована и в франкских аналах которые описывают противоречия скажем так между языческой партией и христианской партией в балтской элите которая соответственно имела в качестве представителей две ветви по сути начально одной и той же династии и в качестве христианской это Зигфрид это 770-804 Гудфрид 804-8010 ну и некоторые другие деятели в частности Хемминг 810-812 годы а другая это более древняя более такая правильная династия которая опиралась на партию условных язычников сторонников родной веры сторонников исконных традиций и к этой партии в общем-то принадлежали предки Рюрика Эрика а в дальнейшем и сам Эрик поэтому неудивительно что Эрик во многих текстах обозначается как гонитель христианства неудивительно что несмотря на то что в некоторых случаях ему типа приходилось прикинуться что он крестился но на самом деле дальше он разрушал христианские культовые сооружения а в дальнейшем и Святослав и Гедемин продолжат в общем-то его отношение к христианству можете изучить тему относительно короля Хеминга относительно Гудфреда то есть это 812 годы там много всяких сложно хитро сплетенных переплетенных историй которые может быть в каких-то случаях искаженные может быть нет но так или иначе эти сведения есть и они во многом являются связующими звеньями между вот этот шведский как раз пласт данных является связующим звеном между скандинавскими мифологическими данными о хрорике метателе колец которые вообще прямо там с Одинами с богами вообще прямо очень мифологизированный персонаж и чисто исторический Эрик Ютландский точнее Рорик Ютландский чисто такой исторический вообще никакого там ни грани ни тени мифа нету а вот шведские данные о короле Эрике Ветрошапочном или Повелителе Ветров они как раз во многом связующее звено между этим всем по данным версиям его дед Хальвдон жил в 782 807 годах и был достаточно важным важным деятелем он один из первых датчан который заключил тот или иной союз с франками и как франки постарались это вытрактовать стал на службу франкам но тут это скорее как договор на правах младшего партнера который заключил Хмельницкий с московитами он то заключает договор провозглашая что мы типа равны ну да ты это больше богаче все дела ну вообще-то мы равны ну я тебе ты мне ну в общем-то с дальнейшей какой-то фигней иди себе нафиг и вот приблизительно так же самое у них к франкам было но франки сразу же постарались как и позднее московиты вытрактовать ситуацию конечно же в свою пользу и конечно же там еще в 782 году еще Карл Великий и вся вот эта тема связанная с ним так что там вообще все все весьма интересно существуют также сведения весьма смутные об обращении Хальфдена в христианство но по сути дела вот того чтобы он был крещен таких свидетельств нету то есть видимо что были попытки но он оставался родновером до конца своих дней и также известно что ему принадлежали владения уже в Фрисландии в Фризии ну позднее часть этих владений он передаст своему сыну Хемингу который будет владеть в 837 году и эти владения были у них еще и раньше это были их родовые владения то есть франки им не подарили просто франки позднее признают за ними право владеть их же собственными владениями так что так что как то так можно еще несколько затронуть такого деятеля как Регенфрид Рагенфрид который был братом соответственно Хеминга и Анула и умер в 814 году также был соправителем Дании с 812 года когда умер Хеминг первый ну и соответственно до 813 года когда его братья со своими сыновьями были изгнаны сыновьями предыдущего короля Гутфрида то есть короля из христианофильской династии и в частности вследствие этого еще тогда новорожденный всего лишь Рорик остался без своих родовых владений так что так что так вот но относительно других так сказать воплощений Рюрика в осколках истории я отчасти уже говорил отчасти еще буду говорить есть достаточно большое двух с половиной часовое видео о Рюрике в скандинавских источниках вскользь я уже касался о Рюрике в соответственно ксантинских и всяких других источниках но позднее я еще детально пройдусь по чисто исторической версии Рорика Ютландского ну и также еще раз выковерю все что известно из повести временных лет и сопутствующих ей собственно летописях Руси как раз в контексте дефрагментации сведений о Рюрике Редактор субтитров Корректор А.Егорова Продолжение следует...